Это советские солдаты уничтожат, и они костьми ложились под советские танки, чтобы их не пропустить в Германию. Но мы сегодня говорим о чём. Понимаете, была идея нацизма. Если бы немецкий фильм вышел в 2002 году, «Бункер» назывался, сделан на основании воспоминаний личной секретарши Гитлера, тогда была молоденькая. Девочка, фильм с рей. Будет время, посмотрите. Но основная идея, которую она показывает и драматизирует, Магда Геббельс, помните, тётенька, которая убивает шестерек собственных детей. Почему? И она говорит это прямо, и это исторический факт. Она говорит, я не хочу, чтобы мои дети жили в мире без идей. Без идей национал-социализм. Понимаете, почему я противопоставляю идею сытости и идею исламу? Сытость, по сути своей, это вообще не идея. Это желудок. Это желудок. Это тело. А любая идея – это душа. И, как всегда, всё сводится к чему? Диджитал. Понимаете? Тут же вопрос будет, вы понимаете, как вы сейчас задали, куда податься к этому еврею? Потому что, с одной стороны, идея активной протоплазмы, как сказал, придумал Рэй Брэдбери, о конце евреев, недавно угодно. Так вот, идея активной протоплазмы, с одной стороны, что такое активная протоплазма? Ну, в смысле, жующая и размножающаяся. В максимально хорошей обстановке. Ну, господа, посмотрим на себя, посмотрим на окружающих людей. Кто-то возражает против идеи? Нет, я же не против Бетховена. Или, айнеклайны нахтмузык? После хорошего обеда, почему не послушать? Только снова, это слово сытость. Понимаете? Сытость вовсе не исключает пойти в кирху. Или, вы не поверите, даже в синагогу. Что такое? Но главное же всё равно стоит у вас сытость. Понимаете? Ответ людей на вопрос, ради чего вы живёте, для чего вы живёте, он звучит. Гроши и харчи хорошие на ширую украинскую имуну. И неважно, кого вы спрашиваете. Понимаете? И китайцы, и индусы ответят. И потому их религии в счёт вообще не идут. Понимаете? За индуизм, сейчас уже давно задам вопрос. Понимаете? За индуизм и за буддизм никто не взрывает себя. Вы говорите, что идея сытости не духовная. Она антикредит. На мой взгляд, например, коммунистическая идея, которая оперирует именно к сытости. По-многому. Но довольно духовная, вернее говоря, готова за это умирать. Она, конечно, ложная. Ложная. Ибо, но земля готова были умирать. Несомненно. А второе, что не только идей, за которые готовы умирать, могут двигать мир. Например, период Великих Открытий, идея путешествия, открытие Нового Земля, тоже двигало мир. Да. Господа, снова. Начнем со второго. Несомненно. В этом мире было множество идей. Они закончились. Можно, дай сказать? Сейчас, сейчас, сейчас. Поверьте, в основе любого военного конфликта, любого, всегда была некая идея. Она могла быть совсем простой. Да? Твоё, моё. Такая идея была. Или окунуть копыта монгольских коней в последнее море. Была такая идея. Была куча всяких идей. Что я сейчас хочу сказать? Они еще раз. Даже идея коммунизма, за которую люди были готовы отдавать свою жизнь, она, по сути, идея сипостей. Хотя не совсем. Ну, допустим, назовем её идею сипостей. Но она была для голодных людей. Понимаете, что сейчас в мире? Вот скажу. Сейчас свершилась сытость. Понимаете? Нам есть что терять. Нам это западом. Нам это людям, которые живут в сытости, ради сытости и из-за сытости. Господа, вот для того, чтобы разобраться, каков человек, надо задать всего один вопрос. Как он ловит свой кайф в эту жизнь? Потому что без удовольствия жить человек не может. Он повесится сразу. У нас есть такой урок «10 уровней радости». Нижний уровень радости – это радость надежды. Основная идея, она очень проста. Понимаете? Почему самый-самый-самый нищий, самый несчастный, самый, ну, бомж уже вообще хуже не бывает. А что не вешается? Не, он вешается, я думаю. Когда? Понимаете, надежда умирает последней через 15 минут после воскресения. И сама надежда уже дает удовольствие. Маленькое. Следующий шаг. Понимаете, что я хочу сказать? Сытость убивает идею. Почитайте, братья Стругацкие, «Хищные вещи». Прекрасно, удивительно, зримо описана сытость. И к чему она приводит? Она приводит к деградации. Деградации духовной. Нанотехнологии развиваются. Понимаете? И представить себе, что 13 лет тому назад думали, что интернет будет идти по кабелю. Знаешь, что придумали за эти 13 лет? Невероятные алгоритмы передачи быстрого интернета через телефонные провода. Нам такое придумали, у меня дочь, когда заканчивали. Инженера-программиста. Невероятные алгоритмы придуманы. Почему сегодня мы пользуемся быстрым, Дмитриевым, быстрым интернетом и никаких оптических этих слов? Я о чем? Сытость не исключает идеи. Идеи – это как хорошие специи, приправы к сытости. Слово, как я уже сказал. Понимаете? Послушать «Айнеклайны нахтмуз и хвоцерва» после хорошего обеда? В конце концов, мы же не червяки, господин. И когда я говорю «сытость», я имею в виду то, от чего люди сегодня говорят. Как люди сегодня говорят? Господин Неттаниел, я хочу сейчас сослаться, в феврале этого года по радио на иврите, то есть это не было для пропаганды, сказал, я цитирую, «В течение года государству Израиля предстоит принять решение, которое определит его суду». Приворит на русскую. Понимаете? Нужно будет, по всей видимости, так, по-другому, депутатиньям, начинать войну. А в чем проблема с этой войной? Проблема всего одна с этой войной. Понимаете, разбомбить Иран, ну разбомбить. Ну, пора же удачу будет. А кто вам сказал, что шииты, которые сейчас активно режут суннита. Понимаете? В результате не поймут, что все-таки надо резать недру, друг. Повторим снова. Самые страшные существа на земле это идеалисты. Нет, более страшные. Запомните, господа евреи, это сказал господин Адольф Айхман за две недели до того, как его повесили, в 1962 году. Его повесили весной. На суде, суд, помните, он сидел в пуленепробиваемой кабине. Полтора года, пять инфарктов евреи получили. Ему хоть бы что, вот такой был. Короче, за две недели до смерти, будучи спрошен, как он сейчас, государство Израиль, 1962 год, уже была синайская кампания, понимаете? умы, умы, Он сказал, ты меня не поймешь, ты не идеалист. Единственное, говорит, о чем я сожалею, что нам не удалось завершить то, что мы так успешно начали. Идеалист. Двуногие придатки идей. У них нет нравственности, у них нет боже, у них ничего нет, у них есть идея. И ради этой идеи, а с другой стороны, а с другой стороны, понимаете, то, что называется сегодня западное общество, западная культура, которая сводится, я прошу прощения, за то, что я говорю крайности, но в основе этой идеи демократия, либерализм, гуманизм и так далее, дайте мне спокойно кушать и не трогайте меня. Я вам не мешаю кушать и вы мне не мешаете кушать. Мне кажется, не так. Да, сформулируйте сегодняшнюю силу западной цивилизации. Я вас внимательно слушаю. Ну, она скорее экономическая. Это интерпретарь. Вы же понимаете, что вы говорите ровно то, что и я. Только вы отвлекаете ваше... Это идея. Интерпретарь, это идея. Это не погоня за ступостью, это погоня за спекту. Ну, еще раз. Давайте, одну секунду. Давайте я продолжу вашу идею вашими словами. Экономическая идея подразумевает экономическое преуспевание. Успех. Преуспевание. Не цепляйтесь словами. Я вам скажу. Экономическое преуспевание, я называю сытостью. О чем вы говорите? Более того, откуда желание, чтобы в Африке тоже люди не умирали с другом? Господи, я человек, мне неприятно, когда мне голодными глазами смотрят в фронт. Я хочу накормить всех. И преуспевать, и пусть все преуспевают, но не за мощью. Это сытость. Называйте как хотите, это просто сытость. Теперь, господа, понимаете, здесь нет идеи. Здесь возведен в идеал отсутствие идеала. Понимаете, идеал это всегда над человеком. Это не желудок. Это не внутри человека. Идеал это не кайфы. Идеал это над кайфами. И сегодня в мире диджитал. Кайфы с одной стороны, крайний ислам с другой стороны. Вот и все, здесь больше ничего нет в этом мире. А попытки сказать, что это какие-то имеет экономические причины, так уже говорили с Гитлером. Чем это закончилось, мы знаем. Понимаете, Запад рассчитывал, что как и любого нормального человека Гитлера можно купить. Ну, как Каддафи. Каддафи блестящий, удивительно хороший пример диктатора. Нормального человека. Как еврея. Ну, не важно. Малый еврей. Что я хочу сказать. Понимаете, господа, Каддафи был великолепным, идеальным партнером для Запада. Да, диктатор? Ну, и что? Его народа обожали. Он им устроил не жизнь, а житуху влили. Понимаете? Он не все крал, он даже делился. Это в России сегодня 90% дохода, дохода России идет, знаете, куда? Стабилизационный фонд. 90% крадут среди бела дня. Вы такое слышали? Слышали? Ничего. На оставшиеся 10% они тоже не умирают с губами. Это называется сын, если я снова повторюсь. Понимаете, это не победа коммунизма, идеализма, либерализма. Что противостоит? Называется, извините, я паскану перебиваю все время. И называете ли один из идеалов Америки персует как у нас это? Нету никаких идеалов в Америке и в Европе. Все сводится. Дайте спокойно жить, дайте сына жить и не трогайте меня. Какие идеалы? Вы о чем? Где вы живете? В Америке идеалы? In God be trust. Причем не осуществить. Да причем здесь основание? Я живу в 2013 году. И мой вопрос, господа, где мое личное счастье? Меня не интересуют другие вопросы. И для чего я к вам сейчас приехал? Чтобы давайте вместе посмотрим в мир и увидим, господа, что сейчас на дворе апрель 1940 года. Знаете, февраль 1940 года. Понимаете? Господа, скоро война, я не знаю, вы заметили или нет. И даст бог, чтобы я ошибался. Я буду первым аплодировать. И садитесь, дурак, аккуратно. Господа, я тоже сытый человек. Нет, у меня есть некая идея. И вот эта моя идея заставляет меня немножко шевелиться. А именно, понимаете, если с одной стороны у нас крайний ислам, а с другой стороны называйте это как хотите, экономическое упорядочение, называйте как хотите. Ну, в общем, сытый. то что? То куда податься бедному евреям? Понимаете? Ведь всевышний для еврея это идея номер один, а желудок идея номер два. Я же не говорю номер три, но номер два. Теперь, понимаете, с этой стороны эти просто убийцы, фанатики, а с этой стороны гримасло улыбающиеся американцы и европейцы. Вы же понимаете, что это не улыбка, это гримасло. Маска. Маска такая. Вот одели ее, да, к человеку нужно относиться сыто. Лучше, чем смотрят на тебя зверево, как смотрели во время советской перисторки. Я же не спорю, лучше. И вообще приятнее иметь дело с американцами, чем с исландскими фанатиками. Но ведь ежели вдуматься, господа, эти неправы, эти тоже ведь неправы. Потому что если человек божественен, то сытость это не цель. А что цель? И тема нашей беседы. И нам осталось еще совсем немножко. Понимаете, с еврейской точки зрения есть Бог, вы об этом слышали. И этот Бог, он абсолютен. потому что если он не абсолютен, то он мне не интересен. Никак. Я сам не абсолютен. Но если предположить существование абсолютно во всемышленном, то тогда знаешь, что придется сказать? Что это его занесет. И может оказаться, что если я не приложу голову и не попытаюсь понять, то я могу оказаться в конце идиотом. Это неприятно. Я не хочу быть идиотом. Тем более, что, понимаете, мы же уже умные. Знаете, почему умные? А уже Гитлер был. Так мы уже можем быть умными. Уже 7 миллионов евреев вырезали. Так уже можно быть умными. А иначе окажется, что они просто так погибли. Для нас, да? Если мы ничего не понимаем. Понимаете, господа, снова мы живем в мире, где с одной стороны торжествует сытость. И с одной стороны human rights. Понимаете? И лесбиянки. Я здесь даже продолжаю. Неинтересно. Торжествует желудок. Да здравствует желудок. А что еще в этом мире? Аль-Ляу-Акба. И куда податься бедному еврею? Понимаете, господа, вот это я хочу сейчас огорчить всех. И у нас мало времени, поэтому мы сразу бежим вперед. Чем отличается еврейство от любой религии? Господа, понимаете, меня в Советском Союзе научили удивительные вещи. Если стоит очередь, значит, что-то дарится. Понимаете, очередь просто так стоять не будет. И если в мечетях, сегодня, господа, вы знаете, что в Европе, вы это не видите в Америке, но в Европе пустеют, хороцианские церкви, а в мечетях творится просто неуписуемое. Вывод там что-то дают. Там что-то дают. Следующий шаг. Проблема, которую мы должны решить через выбор. А выбор – это ответственность. Господа, так где истина? Где вечность? Теперь попытка сказать в синагоге наталкивается на следующее возражение. Господин Орен Баффетт, отъявленный, понимаете, образчик сытости, ему уже под 90-е, и он говорит простую вещь, попробуйте возразить. Помогу так. Я, господа, за свою жизнь, снова я не беру личную жизнь, я не беру совершенно, я беру то, о чем он говорит. Я, говорит, за свою жизнь создал десятки тысяч рабочих мест. То есть, господа, даю критерию мдаизма. Больше, чем помочь человеку дать ему там подарок, лучше дать ему возможность это заработать самому. Так, господа, браво! Он половину своего состояния, а там ни один, ни два миллиарда, господа, тратит на филантропию, на конкретные попытки помочь. Получается у него по-разному, но я сейчас не обсуждаю. Господин Орен Баффетт, он хороший человек. Возражение есть? Снова я не оцениваю его личную жизнь вообще. Понимаете? А в чем проблема сказать, что он хороший человек? У него нет Бога, господа. Все, что он делает, он делает, исходя из своей религии, а религия у него сыплась. Он не делает это, потому что Всевышний сказал. И я уже хочу сейчас сделать заявление, господа. Хороший человек, сейчас объясню, это вообще не профессия. И у него нет вечности, у господина Орена Баффетта, сейчас объясню. Да, вопрос. Значит, это идея, или вот сейчас объясню? Подождите. Отсутствие идеи, это тоже идея. Ну, повидишь, можно верить в отсутствие веры. Атеизм, это вера в то, что Бога нет. Причем слепая вера. Почему слепая? Потому что наука однозначно указует. Восемь месяцев назад было доказано существование божественной частицы бузона. И что изменилось в Америке? Что изменилось в вас? Вы слышали такое? Оказывается, есть частица, и она основа всего, которая переводит энергию, я не побоюсь сказать, божественную, потому что физика не объясняет, это вне Вселенной энергии, переводит эту энергию в пространство, во время, в то, что... Понимаете, мир рождается каждый план времени. Вы такое слышали? А как вы после этого, извините, не приходите в синагогу? Как? Я отвечу вам, как. Вся наша проблема, понимаете, это Ширли-Мырли, покойная Полищук, она играла там роль жены американского посла, помните, Куравлева играла у посла, она играла, и она, помните, сказала с характерным акцентом, вы, говорит, слишком много едите, вы зажрались! Понимаете, господа? И я уже объясняю, о чем первый наш урок. Понимаете, Уоррен Баффетт утверждает, и, понимаете, как правоверное время, нужно это проверить, что он прожил жизнь не напрасно, и что если он есть этот следующий мир в вечность, так Баффетт будет в следующем мире. А почему нам, евреям, без дела добавить? Объясняю. Потому что если Баффетт прав, то я не прав. Я уже объясняю, у нас у евреев сказано, там, где нет митвы, митва это приказ Всевышнего, там, где не выполняется приказ Всевышнего, там вообще нет заслуг. И я уже объясняю еврейский ответ товарищу Баффетту. А сейчас будет еврейский ответ еще и нам с вами. Но самое первое, что мы скажем про господина Баффетта. Представьте себе человека, это пример моего учителя, который всю свою жизнь дает коровку. И молоко дает людям. Помните, ничего себе, все людям. Правда, есть вариант ничего себе, все людям. Ну хорошо. Дальше, с помощью этого молока растет младенцев, люди кушают, йогурты делают. Вот он прожил свою жизнь. Вы понимаете, что его жизнь была хороша или плоха? Это Баффетт. Хороша, несомненно. Только знаете, у меня такое возражение, если есть Бог, так он поставил на его место автодаилку. И кому нужен тогда этот Баффетт? Вы что думаете, что Баффетт дает места рабочим, да? Он миллиарды распределяет. Вы что думаете, Гитлер убивал еврея? Если существует абсолютный всевышний, то здесь муха просто так не летает. Здесь атомы выстроены так, как он хочет. А то, что человек себе воображает, ну так пусть он себе воображает, понимаете, еще раз. Если человек божественный, сейчас тонкое место, но если вы поймете, вы поймете весь этот урок. господа, Баффетт утверждает, что он прекрасное средство для других людей. И тут возразить нечем, действительно прекрасное средство. И человек, дающий корову, он тоже прекрасное средство. Но если человек божественный, господа, то вы знаете, что я хочу сказать? Что я не средство для вас. Я цель. Я цель, ради которой Всевышний сотворил все это. Что значит цель? Вложите. Каждый из нас средство. Мы дети чьи-то, мы папы, мы мамы, мы коллеги по работе, мы даже чьи-то учителя, господа, и чьи-то ученики. И вообще у нас куча, 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 куча. Но, понимаете, господа, кроме того, мы еще с вами божественны. Что это значит? С еврейской точки зрения. Это значит, что весь мир создан для одного меня. Что не противоречит, пусть у Всевышнего глава болит, что он создан для вас. И вот теперь получается интересно. Если я не средство, такой урон Баффет ошибается по крупному. Понимаете, он оценивает свою жизнь достижениями. Но это достижение не его, это Всевышний сделал. А он где во всей этой истории? А он идиот, он ничего не понял в этом мире. Он решил, что цель человека, цель существования человека в этом мире дергать корову за сиськи и молоко. Людям. Ничего себе, все люди. Ответ. Да давайте поставим автодоилку, понимаете? И вообще, зачем нужен тогда? Если человек это средство, так зачем он вообще нужен? Я хочу так красивейший комментарий. У нас очень мало времени. Но ничего. Может быть, тогда сделаем один урок вместо двух. Тем более, что у нас такая камерная обстановка. Что я хочу сделать за вывод? Вы знаете, у нас шаббат прошлый, недельная глава Балак была. И там было чудо валаамовой ослицы. Про валаамову ослицу слышали все. У меня есть такой хороший вопрос. Нафига всевышнего это было? Вы понимаете, что такое? Ослица, конкретная ослица, открывает пасть и вполне членораздельно говорит. Зачем? Ну зачем? Это более всевышнего? Господа, воля всевышнего меня не устраивает, потому что так говорят фанатики исславовские. Знаете, как говорят? Иншалля. Воля всевышнего. Воля всевышнего. Господа, но если я буду все сводить к воле всевышнего, мы с вами не встретимся в следующем мире. Потому что я тогда кричурую. Если это все более понимаете, у меня снова большая-большая-большая проблема. Я хочу вечно. И для того, чтобы попасть в вечность при условии, что, конечно, существуют абсолютно все вечности. Оказывается, мне нужно как-то подсуетиться, быть как-то... И хочется задать вопрос, а что делать? Тем более, что в каждом поколении этот вопрос звучит по характеристикам поколения. Попытка сказать, что я хожу в Северогол, и я хороший еврей. Избирайся, скажу страшную вещь. Хороший еврей тоже не конфет. И для этого я к вам приеду. Но подождите, давайте разберемся с хорошим человеком. Давайте разберемся с Баффетом. Слово, мы не лезем в его личную жизнь, мы вообще не обсуждаем. Я говорю сейчас об общественной пользе, которую он, несомненно, приносит. Понимаете? Но при этом он никоим образом не поминает Всевышнего. Понимаете? Он говорит, вот это я. И, кстати, такие люди уже были. И шо? Если человек это не средство, а цель, то Орек Баффет это просто автодоивка. Никакого смысла в его жизни нет. Я говорю крайние вещи, и мне там никто не возражает, просто как-то даже... Вы такое слышали, я повторю. Я беру в этом мире хорошего человека и обнаруживаю, что он чистая средства. Ну, помните вопрос Фёдора Михайловича Достоевского. Ну, вы советские евреи или нет? Чего вы такие молчаливые? Господа, Фёдор Михайлович Достоевский. Знаменитый вопрос. Стоит ли весь мир слезы ребёнка? Помните? Средство и цель. Неужели есть цель, которая оправдывается её? Ответ иудаизма крайне отрицательный. Тьфу! На ваш... Понимаете? Тьфу и растереть. В каком смысле тьфу и растереть? Отвечаю. А в нашем мире, в пусть у Всевышнего голова болит. У меня голова болит только одной вещи. Моё личное счастье. Но так получилось, что моё личное счастье завязано на ваше личное счастье, потому я прилетел в город Сан-Франциско. Повторим снова. Вы слышите? Цель и средство. 0.1. Внешнее и внутреннее. Понимаете, почему я говорил о сытости и духовности. Причём эта духовность страшная основа. Страшная основа. Я не дай бог. Нет более страшных существ, чем идеалист. Понимаете? В 1994 году в городе, я живу уже, слава богу, 36 лет, впервые нелюдь взорвала себя, чтобы убить евреев. Как всегда, всё началось у нас. Но сегодня не проходит дня без убийства в Афганистане, в Ираке, понимаете, в Пакистане. Постоянно они взрывают. И если вы думаете, что я радуюсь, понимаете, когда умирает старый евменин, помните, о чём он просит и заклинает? Говорит, берегите еврея. Потому что, говорит, закончат с евреями, понимаете, меня совершенно не радует из общечеловеческих критериев, то, что режут людей. Я не люблю, когда режут людей. Я нормальный человек. Я как Оскар Шитлер. Помните там страшная сцена в списке Шитлера, когда евреев, забитых в эти теплушки по дороге в Треблинку, а жара. И они просто конкретно умирают. Помните, что он делает? Он остаёт в шланг прямо на глазах у СССР и начинает поливать эти теплушки водой. Помните, что делает СССР? Это важнейшие же вещи. СССР сажают убрать с хохотом. И что они ему говорят? Да ты хуже нас! Что хуже нас? Ты даёшь им надежду. Они уже трупы. Они едут Треблинку. А ты поливаешь их водой и даёшь им ещё веру в человека. Это жестоко. Подумайте, подумайте. Да. А если бы он не был на своём весе, то он бы и дёргал за те штуки, а молока бы не было, понятно? Не понял. Ещё раз, моя же проблема не в том, кто даёт молоко. Моя проблема в чём? Что если мы будем оценивать человеческую жизнь по успешности, сын, успешность, ваше слово в успехе, то что окажется? Понимаете, что если есть Бог, так этот человек зря прожил свою жизнь. Понимаете, цель, вреди которой мы живём, это не принести пользу людям. А, я уже цитил вам, Рава Моше Бен Маймон, больше, чем богатый даёт нищему, нищий даёт богатому. Как это понять? Поймите же, вы даёте пять долларов нищему. Прекрасно. Но оказывается, вы даёте пять долларов. И если вы от этого думаете, что вам будет счастье, так вы ошибаетесь. Потому что не захотели бы дать эти пять долларов из карманов. Всевышний бы ветром их понёс, они бы к нищему попали. Это же Всевышний абсолютен. Нет, если вы не верите в абсолютную, то Всевышний, тогда другое дело. Но если существует абсолютный Всевышний, понимаете, что даёт нищий богатому? Он даёт ему возможность дать. Он даёт ему возможность стать похожим на Бога. Понимаете, для чего жив человек здесь на земле? Ответ ради вечности. Что такое вечность? Это когда мы с вами побеждаем время. Мы выходим за всякий человек, который рассматривает себя в общественной плоскости. Есть две плоскости существования человека. Обратите внимание, всё время говорю про дичь и том. Понимаете, кроме того, что я муж, отец, сын, брат, математик, миллион ещё всяких вещей, учитель, ученик и так далее. Господа, я сейчас скажу слово, которое в советской культуре, в западной культуре, считается гадким и очень неприятным. Слово одиночество. А вы знаете, что нет веры без одиночества? что вера это только одиночество. Что я сейчас перед вами, но есть же ещё я, как я есть. И вопрос, что здесь средство, и что здесь цель. И ответ тур однозначен, чтобы вы не сомневались. Понимаете, тьфу, на ваш тьфу, на ваш